Ну что, примерно один год, как я уже хожу с волосами, с прической, ухаживаю за волосами. И, конечно, за этот период у меня накопилось много вопросов в личных сообщениях, в директе, по поводу, чем я укладываю это вообще, посоветую топ укладочных средств, и чем, каким шампунем я пользуюсь. Полагаю, что такое количество вопросов про шампунь связано с тем, что многие думают, что шампунь – это главное средство по уходу за волосами. Но раз так, я сегодня сделаю именно топ. Обычно я показывал то, чем я пользуюсь, потому что я профессиональный пользователь, профессиональный любитель во всей этой бьюти-сфере. Но перед началом показа топа шампуня я хочу вам показать ответ на вопрос. Подписчик недавно меня спросил, какое мое любимое средство по уходу за волосами. И на самом деле это очень качественный вопрос, потому что у меня есть на него крутой ответ. И если бы мне нужно было оставить что-то одно, я обязательно бы оставил именно эту категорию товаров, назовем это так. Это масло для волос. Вот эту вещь я вам показывал уже кучу раз, но покажу еще раз, потому что она превосходная. Это масло для волос от бренда Lador, Wonder Hair Oil. У него есть объем вот такой 100 миллилитров и 10 копеечный, 100 рублей с чем-то. И значит оно делает волосы именно такими послушными, здоровыми. Вы чувствуете, как волосы пропитываются и напитываются. Впитывается это за секунд, не знаю, 20-30-40. И никакой маслянистости, никакого эффекта того, что вы нанесли какое-то масло на волосы, его не будет. У меня ощущение просто, как будто моя голова максимально чистая, волос здоровый, напитанный. Это имеет больше, конечно, временный эффект, потому что нужно регулярно им пользоваться. Но тот эффект, который получаешь и получаешь его мгновенно, он подкупает. Поэтому масло для волос для меня самое-самое топовое средство из неочевидных. Если это бюджетное масло, но оно очень хорошее, вот эта вещица, она немного отличается по тому эффекту, который дает бренд Сача Джуан. О нем я еще сегодня скажу. Масло, которое слегка утяжеляет волос. И моя небольшая сухость или жесткость, скорее, нежели сухость, она растворяется в этом масле. И иногда я даже не использую все эти помады, пасты для волос, а просто использую вот эту вещь. И она делает именно такой здоровый, напитывающий волос блеск. И, конечно, запах очень вкусный. Я всегда акцентирую внимание на аромате. И, помыв голову, нанеся это масло, порой мне не нужна даже укладка. Короче, моя искренняя рекомендация – секретное оружие, если так хотите. Для тех, кто думал, что у меня какое-то безумное количество приемов для волос с масками, кондиционерами, креатином – нет. Основное, что дает такой приятный эффект моим волосам – это вот эти два масла. Использую я их отдельно, естественно. И несмотря на то, что это видео про уход, какие-то косметические средства, все равно мужчины очень любят такой формат видео. И перед тем, как я покажу вам мои любимые укладки и шампуни, я хочу вам рассказать о компании Forks. Многие из вас знают компанию Forks, которая производит довольно обширную линейку продуктов для базового мужского повседневного использования. И у них в линейке вы найдете продукты, которые используются от очищения всего тела до увлажнения и защиты вашей кожи лица во время и после бритья. И все это, как мы любим, со свежими ободряющими запахами, которые сейчас, как нельзя, кстати, будут отлично подходить под предстоящий теплый сезон. Продукты Forks представлены по всей России в огромном количестве точек продаж. Ну а для вашего удобства я оставляю ссылки на маркетплейсы в описании. Так что переходите, ознакомливайтесь и заказывайте. Начну топ шампуни с дорогих позиций. Я знаю, что все сейчас промотают, потому что никто не хочет пользоваться дорогим. Хотя, на удивление, я скажу вот так. Все средства для волос, которые я использовал, именно косметические, сначала ты что-то не используешь, начинаешь использовать какой-то минимум, и потом оно у тебя заканчивается, ты перестаешь им пользоваться и понимаешь, блин, а штука-то работала. Потом ты покупаешь что-то покруче, оно заканчивается, ты переходишь на какой-то минимум и понимаешь, блин, та штука работает, а это вообще настолько символичное. То есть, все работает, ну вот эффект я чувствую в косметике на контрасте, либо когда он отсутствует, либо когда снижаю какой-то ценник или перехожу на другой продукт, вот в сравнении. Но все, что я использую, я прям уверен в том, что оно работает на 100%. Короче, значит, топовых два шампуня, которые дорогие. Первый, это Орибы. У меня флакон закончился, флакон, банка. Показываю вам упаковку вот их кондиционера. Орибы, наверное, самая такая топовая марка лично, которая подходит мне. Там все, от свойств, текстуры до, конечно же, запаха, которые я безумно люблю у них. И я хочу попробовать укладочные средства, но об этом позже. Вы уж простите за банальность, но хочется сказать, что когда я мою голову вот этим шампунем и потом применяю их кондиционер и масло для волос, мне вообще больше ничего не нужно. И именно эту комбинацию я использую перед съемками. И потом я замечаю, как «Макс, а что у тебя за прическа?» «Макс, а что у тебя за средства для укладки?» Сразу подмечают какое-то изменение позитивное в моих волосах или просто замечают, что у меня хороший волос. Это происходит именно после шампуня Орибе, после их кондиционера. Из конкретных свойств очень долго сохраняется послушность волоса. То есть, еще раз, иногда я не использую помады для волос. То есть я закидываю волосы назад, а они у меня жесткие. Но после этого шампуня-кондиционера с кондиционером волос прям лежит как будто на укладке. А на нем ничего нет. И вот это, конечно, подкупает. Я не говорю, что у вас будет то же самое, покупайте этот шампунь. Просто этот шампунь, он для меня самый топовый, номер один. На втором месте идет, тоже закончилась банка, но я показывал вам в прошлое видео. Это вот как раз этот бренд, Сача Джуан. У нее тоже, позвольте отметить, классный запах. Вот этот же бренд, но шампунь. А кондиционер мне, кстати, не особо понравился. Но у них их фирменный запах, конечно, меня очень сильно подкупает. Даже сестра мне как-то сделала комплимент, что у меня хороший парфюм. А это был шампунь. Лично для меня этот шампунь дает очень приятное ощущение чистоты кожи головы. Вот даже Орибы так не дает такой эффект. Возможно, там какой-то компонент в виде ментола содержится, который дает холодок какой-то. Каких-то спецэффектов он, конечно же, не делает. Это все-таки шампунь. Но вот эти два из дорогого сегмента мои самые-самые любимые. Если очень бегло. Из среднего ценового сегмента это, конечно же, Lock Stock Barrel. Вот у меня тут вот эту банку я сейчас заканчиваю. Прям совсем на разок осталось. И вообще вот я три банки по сколько здесь? 200 миллилитров, 250 вылил на себя. Это довольно знаменитый шампунь. Из нюансов. У него кока-кольный аромат, который довольно хорошо держится на волосах. Он мне надоедает и не особо нравится. Но тот эффект, который он дарит всем, он стал популярен именно из-за своего эффекта. Делает волос очень мягким. Многие девушки-блогеры рекомендуют это на подарок своим зрительницам, чтобы они купили своим мужикам это в подарок. Шампунь, правда, производит такой мгновенный эффект мягкости. Если ты до этого пользовался какой-то вот обычным шампунем из супермаркета, после этого ты сразу, как только высушишь голову, ты поймешь, что за эффект у него. И самый топовый из бюджетных, не то чтобы он самый топовый, мне еще нравится L'Oréal Paris, профессиональная линейка, о которой я тоже уже многократно говорил. Такая must-have из доступного. Но вот эта вещь, когда я запостил в телеграмм свой, вызвала такую бурю эмоций, не знаю, то ли из-за упаковки, то ли потому что марка неизвестна и упаковка привлекающая. Но шампунь супер топ, он с кофеином, называется Kwan Yegor, китайская марка. Мне ее продали в моей парикмахерской. Если кому интересно, я стрягусь в барбершопе Headbusters в Санкт-Петербурге на улице Восстания. Мне так понравился эффект, я говорю, Серега, продай мне. Они говорят, да, вот без проблем. И все, я заметил, как на маркетплейсах смели этот шампунь, как начали искать его везде. Ну, собственно, вот, кому было интересно. Классный повседневный шампунь, стоит в районе полторы тысячи рублей, если я ничего не путаю. Отличный базовый шампунь для повседневной использования, если особенно у кого выпадают волосы. Или, например, вы так же, как и я, пользуетесь укладкой и неизначай можете повырывать. Короче, уплотняет ваши волосы, держит их в коже головы. Это не самая, конечно, такая необходимая вещь, если у вас выпадают волосы. У меня есть видео о том, как я курсил миноксидилом. Видео немного захейтили, потому что не поверили в эффект. И я там сказал такую фразу, что после двух недель использования лицо начало становиться волосатым. И людей это так зацепило, что типа волосатым, ха-ха. Но действительно, в первое время растут именно волосы. А потом это переходит как-то в терминальную стадию, превращается именно в жесткий волос бороды. А тогда вы действительно будете замечать, как у вас на щеках, вот здесь между бровью и линием волоса на голове начинают появляться больше волос светлых. Потом это отпадает, а борода становится бородой. Вот, супер топовое полезное видео, но почему-то как-то люди посходили там с ума. Переходим к укладкам. Здесь я съел собаку. Что я хочу сказать. На укладку очень сильно влияет следующий момент. Во-первых, вот регулярное использование масел, оно дает свои плоды, и волос действительно потом со временем укладывается лучше. Есть еще такая штучка, как престайлинг. Вы уж простите то, что я показываю много банок, но просто вдруг кому-то пригодится. Я вообще не настаиваю, чтобы вы этим пользовались, но у меня просто вот есть такой, называется Грумминг Тоник Чилим Помад. Вот, кому интересно, можете заскринить. Вот такая штука. То есть, когда вышел с душа, полотенцем прошелся по волосам, и на влажные волосы наносишь эту штуку. Пахнет офигенно, она подсушивает волосы и готовит их как бы к укладке. Вот, но что касается вот этих банок помад, первое, после отращивания волос очень сильно выбор средства влияет и зависит от вашей длины. То есть, под разную длину я использовал, и мне нравились определенные пасты для укладок. Именно это связано с тем, что когда волос покороче, например, нужна более жесткая, матовая, чтобы не так сильно бросалась в глаза, что вы примяли этот волос чем-то не своим, чтобы не было видно, что вы как бы зализаны. Понимаете, вот этот эффект. Далее, топовые средства. Поехали. Их всего два. К моему большому сожалению. Вот это. Blind Barber. Наверное, must have. Тут сразу будет понятно, я могу, знаете, с такой уверенностью сказать, под любой тип волос, по ее текстуре, это можно сказать, и ее свойством, любой тип волос, она потянет. Именно такая фиксация чуть выше среднего. Волос не как будто побрызган лаком, но он очень хорошо фиксируется, при этом подвижен. То есть, если вы забыли, что на вас укладка, и вы захотели пройтись вот так рукой, ничего не будет. Ни на руке ничего не останется, и волос останется очень естественным. При этом, ну, я думаю, что это точно хороший плюс, когда моешь руки, вода моментально смывает эту укладку. Соответственно, ущерб волосам вот этой укладки, я думаю, он минимальный. Он пахнет немного сладко, и вам может показаться, что летом, ну, такой аромат будет как-то давить на ваш мозг. Я пользовался и познакомился с этой помадой именно в теплое время года. И следующее, которое мне продали вот с этим шампунем, называется вот так, Brouche Fiber Pomade Japan Made. Мне не нравится упаковка. Она такая, выглядит как стандартная барбершоповская компания. Мне не нравится запах лемонграсса, но это вкусовщина. Ну, ее текстура и то, что она делает с волосами, это просто шикарная. Короче, я вам точно рекомендую ее и Blind Barber 90 Proof Pomade. Brouche имеет такую текстуру, вы, наверное, не слышите через микрофон, он как творожок чудо, понимаете? Такой воздушный и настолько приятно им пользоваться. А на волосах это просто вот... Настолько удобно, как будто вы слегка намочили руки и просто прошлись, уложили волосы, чтобы они, знаете, не свисали вам в глаза. И этот естественный эффект, он фиксируется. И фиксируется на довольно долгое время. И также легко смывается. Вот этой вещью я сейчас пользуюсь практически на ежедневной основе. То есть вот два моих самых-самых любимых средства. Они настолько универсальны, что я вообще не боюсь их вам рекламировать. Идите, покупайте, вам точно понравится. Что касается моих нелюбимых средств. Это Акакапа. Все, что Акакапа и не парфюмерия, это шляпа полная. Я уже это понял многократно и меня никак не переубедить. Вот эта вещь, ну, она мне просто не подошла. Сказал, будет топ. Показываю также, показываю еще и антитоп. И не хочу говорить, что это антитоп, но, в общем, та же фирма, что и мой любимый шампунь, Lockstock Barrel. Такая символичная помада, она у меня оказалась... Я бежал навстречу, и у меня был не уложен волос, его нужно было уложить. Я просто схватил в магазине первую попавшуюся банку и чуть-чуть сделал себе небольшую укладку, потому что нужно было. Вернемся к маслам. Если вы используете качественный кондиционер, качественный шампунь и масло, мне подобные легкие такие символичные укладки, которые дают естественный эффект и легкую подвижность, послушность волоса, мне это не надо. Потому что у меня без укладок, благодаря шампуню с маслом, у меня и так этот эффект есть. Поэтому у меня просто нет необходимости вот в такой вещи. Так что имейте это в виду. Парни, извиняюсь, закончилась карта памяти на камере. Хотел сказать очень интересное умозаключение. Сейчас вы можете насмотреться на современную моду, а в моде сейчас естественные укладки, как будто на вас ничего нет. И всякие кадры из фильма, кадры из картинок Пинтереста и прочие. Лично по себе скажу. Вот как раз такая укладка требует гораздо большего времени и затратов сил, финансов и всего остального. Я предпочитаю стандартный ритуал. Сходил в душ, помыл голову, там шампунь кондей и укладка или масло, как сказал в самом начале. Также я люблю укладывать волосы, потому что помимо того, что это просто и удобно, мне нравится больше стиль неестественный. Что-то типа Волк из Уолл-стрит. Даже когда ты одеваешь спортивку, я укладываю волосы, могу на тренировку уложить. Потому что мне так нравится. Мне не нравится скромничать, в кавычках скромничать. Типа у меня такой идеальный волос, у меня все так вот естественно красиво растет. Нет, мне нравится. Бах-бах, помады. И пускай все видят. Я не стесняюсь. Мне просто в кайф поднимать такие интимные темы, о которых мужчины как бы обычно стесняются говорить. Ну и поскольку это видео для такой узкой аудитории, поддержите его лайком. Мне будет приятно. И подписывайтесь на Телеграм, там много интересного.